Да, значит, ну, когда я просто говорил, что у нас есть только поведение, ничего кроме поведения, а любые когниции, это нам только кажется, что это есть что-то сознательное, вы просто поймите, что, когда вы смотрите вот в тот ящик, который на выставке мозга стоит, где все клетки одинаковые, и одни и те же клетки обслуживают то, что делает ваш мозг, и то, что вам кажется вашей личностью. Вот она сплетена из этих вот связей, понимаете, очень абсолютно идентичных. То есть весь мозг, он внутри абсолютно одинаковый. Это просто нервные клетки, которые связаны с собой с разной степенью плотности. Каждая клеточка хранит, ну, они там, клеточки уже нельзя говорить, они устроены в кортикальные колонки, эти кортикальные колонки в макро, кортикальные в мини-какро и так далее, но они устроены в целые такие, и они хранят просто какие-то пазлы информации, которые ваш мозг по необходимости собирает в те или иные конфигурации. Они еще дублируют друг друга? Дублируют в огромных количествах, поэтому, как говорят, что у нас столько клеток, значит, что можно запомнить все на свете, они просто вообще не понимают, как работает мозг. Конечно. Мозг дублирует все в огромных количествах, понимаете. Вот если я вас попрошу сейчас вспомнить яблоко последнее, которое вы ели, вот, вы думаете, что вы, наверное, можете его вспомнить, да? То есть вы допускаете, что у вас в голове есть конкретное место, в котором хранится конкретное яблоко, и я в целом, обладая правом влезть в ваш мозг, могу его вырезать. Правильно, да? Конечно, нету места в нашем мозгу, которое хранит конкретное яблоко. Зато существует огромное количество критикальных колонок, которые хранят разные цвета, разные запахи, разные тактильные ощущения там и так далее. Я вас спрашиваю, ваше последнее яблоко, вы, ваш гиппокамп, ну, там у вас ретикулярная формация, я, значит, сверху, вы это все идентифицируете, сам это сходится, и дальше вы, гиппокамп, да, было яблоко, было, да? Вы помните, что было? И дальше вы такие в кору, алло, а что было за яблоко-то? А там, понимаете, есть разные варианты. И вы такие, о-о-о, кажется, вот такое, Антоновку ели, Антоновку. И дальше собрали Антоновку, запаха, вкуса, цвета там и так далее. Скажите, да помню, вообще помню, просто как страшный сон, понимаете? Значит, все абсолютно там универсально, да? И вот всякая разная попытка придать этому какой-то вот экзенциальный, особенный, дополнительный смысл приводит нас к тому, что мы формируем кучу неоправданных ожиданий. Мы вообще живем неоправданными ожиданиями. Все наши разочарования, печали и прочее связаны с тем, что мы чего-то хотели и не получили. Отчего мы это хотим? Потому что эту информацию мы записали в свои корковые отделы. Мы записали в корковые отделы себе вот такое счастье. Девочек рассказывали им про принцев, им про сказки, туфлю она теряла, понимаете? И потом нашла, и все нормально, все пошло, так сказать, на все, понятно. Вот, и так далее. Мальчикам тоже рассказывали, как они станут какими-то просто, вообще просто будут там, просто будут страшно богатыми, например. И мальчик сколько не зарабатывает, понимаете? Все, он, конечно, хорошо зарабатывает, но есть, которые, конечно, и не дано. Да, значит, и мы живем просто потому, что огромное количество этой ахении запрограммировано в наших мозгах, и мы не можем ее критически воспринимать. И дальше мы начинаем говорить, что зато у нас есть, значит, наша какая-то самость, мы ее будем саморазвивать. Что саморазвивать? Какую-то клетку конкретную, какое-то дублирование этих клеток. Синапсы, может быть, поразвивать. Для этого надо просто поосваивать большее количество информации. И есть единственный способ, про который Кендель говорит. Какой? Да, за это дают Нобелевскую премию. Повторение, мать, учение. Никаких других способов нет. Только если вы повторяете, что на Аплизии, понимаете, с ее острыми, там, сказать, препятствиями, то и так далее. Ну вот. И самое главное, что вот, к чему я хочу, собственно, чтобы мы задумались об этих рисках собственного неправильного понимания самих себя. Если у нас есть эта идеалистическая картина внутри головы, мне все это просто раздражает. Мне говорят, ну как, вот мы так жили, у нас так все было хорошо. Что было хорошо, непонятно? Ну вот. Затем приходил психотерапевт. Ну вот, значит, ну все было хорошо, ну, а вы так рассказываете, и так оказывается, боже, что же такое, личности нету, все нету, когда счастья не будет, и так далее. Раздражает. Сказка-то разваливается. Сказку рушу, понимаете, и недоступен. Жестоко так прям разрубается. Значит, правда состоит в том, что, конечно, мы не созданы с вами для счастья. Представьте себе, сидит эволюция, такая старушка, такая долго уже, она все большой взрыв организовала, там то-се, все-то разлетелось, там что-то закопошилось, понимаете, какие-то консервантные капли пошли, что-то выросло из этого, он так не будет, и говорит, а давайте вот мы этого конкретный, вот просто, артефакт моего творческого полета, это старушка эволюции говорит, сделаем счастливым. Но мы в каком уме? Но мы что реально считаем, что вот как-то эволюция всю жизнь, вот это все от взрыва, понимаете, большого, до вот этого всего безобразия, она думала просто про одно, как бы сделать человека, как бы сделать его счастливым. Да не было такой задачи, понимаете, вообще случайно, что мы возникли. Вообще зло. Да, но возникли еще где-то, возможно, как бы сказать, тоже, и они тоже несчастливы, не думайте, что им повезло. Да, значит, почему? Потому что мы призваны к борьбе, к борьбе за выживание, к внутренней конкуренции. Борьбе с постоянными условиями. Да. Если вы думаете, что животные, которые живут, они такие все счастливые, беззаботные там и так далее, у них просто нету муки в голове. Ну вот, про Золушку им не рассказывали, вот этого всего. Их не побили, они уж довольны. Я не преувеличиваю, вы что думаете? Ну вот. И дальше, соответственно, ну вот, классический эксперимент, в красной таблетке я его подробно рассказываю, Джона Колхона, эксперимент, называется, Вселенная 20. Что он делает? Он берет большой бак, 2 на 2 метра, высоту, примерно, человеческий рост, обустраивает его идеальным образом для того, чтобы там могли жить крысы в предельном счастье. Запускает туда 4 пары крыс для того, чтобы они... Там есть вода, питье, там все... Гнезда для самок. Гнездышки для самок. Все хорошая жизнь. Живите, размножайтесь. И они живут, и размножаются, и у них счастье. Каждые 55 дней поголовье растет. Все просто... Ну, вообще... Вы же знаете, какая жизнь у крыс? А тут просто все хорошо. Да, это только первая фаза, фаза А. Потом начинается фаза Б. Их достигает количество порядка 600 особей. Они выстраивают сложную иерархию. Мальчики, которые были постарше, решили приватизировать девочек. Это разумно? Ну, эволюция бы сказала, что они большие молодцы. Дальше возникает молодая, как бы сказать, юношеская поросль, которой говорят бам-бам, идите отсюда. Возникает так называемая группа, их такого, как он назвал, отверженных. Реально молодых самцов, которые постоянно получают по шеям, и чтобы они никуда особенно не лезли, и там, сказать... Их сгоняют в центр этого бака и не дают... И всячески их... Ну, возникает агрессия внутривидовая. Лоренц за это получил большую Нобелевскую премию. Небольшую, но обычную. Вот. Нобелевскую премию. Вот. Потому что внутривидовая агрессия. Потому что самки видят, что понятия самцы обезумели, и дальше они говорят, так, и чего это творится? И говорят, идите вы вообще отсюда, мы некультурные мужчины. Вот. Но те все равно, они же могут, у них там нету законов, что нельзя. И посадят, никуда не посадят. Это они это. Что стали делать самки? Стали жрать детей. Это с ними бывает. Они всякий раз, когда находятся в стрессе, сжирают детей. У меня в детстве был хомяк. Да. Она родила детей, сожрал их. У меня был стресс. Да, представляете, какая детская травма. Вот. Черт знает, что у нее там не пошло. И хомяков не поймешь. Вот. Сожрали детей, понимаете. И дальше все. Начинается фаза А, Б, С. К фазе С появляется новый тип мужчин. Мужчины говорят, зачем нам вообще вступать в эту странную ахинею? Женщины недовольные всем. Жрут детей. Вообще просто какие-то неадекватные. Но вот. Старшие мужики просто кретины какие-то, понимаете, которые решили, что они... Да, наплевать на них всех. Колхун назвал их красивые. Они сидели просто вылизывали себя. А хорошо, понимаете, жрака есть, все есть, все нормально, все, да, очень напоминает нашу жизнь. Ну, все такое вот, ну, без риска там, никаких угроз, и все, и пятые, десятые. Да, на 1781 день, если не изменяет память, в этом огромном баке, в котором могло жить до 4 тысяч крыс, никогда больше 2 тысяч, правда, не поднималось, умер последний крыс. Умер от старости. от старости. Самое забавное, что когда их просто брали после этого, вот на последней фазе, брали опять этих 4-х крыс и пересаживали в новый ящик, они тоже все дохли от старости, ничего не было. Ну, так установились эти связи, что, понимаете, даже сексу не надо. И понимаете, что дело? Мы с вами думаем, что нам надо дать счастье, какое-то исполнение наших желаний, и вот тогда-то мы развернемся. Проблема состоит в том, что если нам дать, мы впадем в неврозы, мы начнем друг другу выносить мозг, нам сексуальные партнеры перестанут нравиться, все пойдет к чертовой матери. До тех пор, пока у нас есть реальные препятствия, до тех пор, пока у нас есть реальные проблемы, реальные враги и так далее, это счастье. Наш мозг может заняться реальным делом. Не надо бояться сложностей? Надо их создавать. Я не шучу. Мы оказались в мире, который сказал, вы все прекрасны. Каждое мнение вас просто... Какое у вас личное мнение очень интересно послушать, да? У меня такое личное мнение, я не пишу так. Ну вот, вот это вы все, вы дети цветов, понимаете? Мир для вас, вы самореализуетесь, там и так далее, и так далее, и так далее. Они просто убивают нас. Если мы осознаем наличие реальных препятствий, реальных задач, нам есть на что тратить силы, нам есть куда использовать энергию ретикулярной формации, мы можем создать сообщество, научиться в них взаимодействовать, там и так далее. Решать задачи. У нас может быть цели, потому что, когда мы обретаемся вкупе, у нас сразу появляются цели. То, что один сам сидишь, какая у тебя цель? Вы всегда что-то делаете, потому что это связано с другими людьми. Вы ничего не делаете просто так. Вы думаете, вы одеваетесь просто так? Утром одеваетесь, глазки подводим. Это просто так все было, да? Нет, это все связано с другими людьми. Мы в этом нуждаемся. Мы в нуждаемся в сложной коллаборации с ними. Мы стайные животные. Мы стайные животные, безусловно. Вот. И полюбите сложности. Полюбите проблемы. Если вам психотерапия, психология всю дорогу рассказывала, что она вас от их избавит, во-первых, она не сможет этого делать, потому что она фиктивна, не учитывает фундаментальных механизмов нашей психики. А второе, вам они нужны. Радуйтесь сложностям. Вам есть куда использовать самих себя. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо.